Привет, с прошлого ролика про Африку уже прошло два месяца и мы решили в неё вернуться и посмотреть что с ней будет в рамках третьей мировой войны, где одна сторона проамериканская, другая просоветская, ну а третья фашистская против всех. Также вы можете поддержать этот ролик лайком, а канал подпиской, мне будет очень приятно. Игроки поделены на команды и сразу же решили выбрать себе лидеров. Давайте сразу определимся, кто командир, сейчас тут не аж. Я командир, я египет. Командир у нас в Египте и Ливия. Какая Ливия? А ещё некоторые были впечатлены сложившейся обстановкой, потому что у многих стран было по одному военному заводу и всего несколько тысяч винтовок на всю армию. Ой, ё-о-о, ну и дальше я начал интересоваться планами альянсов. Короче, сейчас бьём сначала Кению и потом Конго. Так, я, короче, попытникам устрою блицкрик на вот эти страны дешёвых. Я, понимаете, я сейчас понял, что у нас у половины альянса попросту из нечего делать винтовки, у них нету стали. Я, короче, сейчас попытникам устрою блицкрик на эти недогосударства под названием Дагомея, ёпта-тонга. Ну, в общем, план таков. Мы хотим в Мозамбике, в узком горлышке между мной, закрыться котлом и потом пробираться до столицы. Время на расстановку сил закончилось, и мы переходим к активным боевым действиям. А вы в курсе, что меня тут продают просто за пять секунд? У меня всего 10 дивизий. Ой-ой-ой-ой, слушайте. А откуда там дивизии-то подожди? Откуда там дивизии-то столько? Я, гейте, танки не веди вниз, они в руку там. И сразу же началось наступление от проамериканской Африки на Танзанию. Дивизии с Бурундии и Кении пытаются пробить об ворону. Также бои идут на границе Гвинеи и Габона, Вольте, Кодюара, Гана. И видно, что игроки решили сразу ликвидировать отдельный анклав внутри себя и соединить фронт. Я держу их, я их держу, ребят. Пожарша, я сейчас, короче, тупо прорвусь. Давайте. Ну, посмотрите, я пока что не пробиваю. Я отхожу на помощь, сейчас приду. Гвинея Габон не пробивает войска Танзании и Сомали, пытаются соединиться, но уперлись в Кенийские горы. Остается возможность соединения в районе Уганды, но там дивизии плотно засели в густых лесах. На юге по коммунистам нанесли серьезный удар объединенные войска Намибии, Родезии и Замбии. Столица Мазабика взята и он отступает, а тем временем дивизия Анголы и Конго наступает на центральное Конго. Еще у нас есть северный фронт, где коммунистам из Ливии удалось прорваться глубоко в Тунис, но потом войска встали и в довольно уязвимом положении, их могут легко взять в котел. На юге фашисты развернули успешное наступление на Анголу. Ну а Сомали, Танзании и Цары решили провести масштабную операцию по ликвидации Бурундии и созданию прохода через центральное Конго. Сюда такой? Тут пробьемся, тут две дивизии стоят. Мне людей жалко. Две дивизии стоят. Сокращай внизу фронт, сокращай. Собот прорылся. Сомали, прожмей, вынужденный. Давай сейчас пробьемся. Пробиваюсь, я уже прожаловался. Ты столицу не потеряешь, дурачок. Так, Карил, ты сейчас столицу посмотришь. Ё-моё, Анголы тут жрут как не себя. Всё, основная группировка отрезана, так сказать. Но не только у коммунистов есть гениальный полководцы. На заводе Африки я услышал обсуждение тактического манёвра, который должен был перевернуть ход игры. Нигерия, у меня план. Давай вот эти вот войска, которые здесь стоят. Ты отведёшь назад, эти додики пойдут на эту клетку, а я потом веду войска вот в столицу. Проблема в том, что там стоит бот. Блин, действительно проблема. На юге у коммунистов ухудшилась ситуация с Анголой. Фашисты прорываются, их пока не могут остановить. Я пойду помогать Анголе. Господи, надо Анголу. Ангола, встань как-то вот, не знаю даже, как-то вот так вот, что ли. А чё тут Замбия прорывается, или мне показалось? Прорывается Замбия. Твоё налево. Республика Нигер решила сообщить о своих промышленных достижениях. Итак, у меня есть военный завод, теперь я могу сделать самолёт. А в генштабе коммунистов начались разговоры на повышенных тонах. Суданский генерал сообщил о взятии в котёл танковой дивизии. Закрыли, мы танк закрыли. Но, как оказалось, это обманка, потому что танков у Уганды не было. Позже капнула Руанда. Ура! И коммунисты начали операцию по взятию столицы Бурунди и Бунджумбуры. Сейчас там идут тяжёлые бои, но, видимо, скоро столица падёт. А мы возвращаемся к генеральному штабу коммунистов. Проблемы в Ливии, следи за Ливией. Да я слышу, мы не оставить проблемы. Нет, там нет проблем. Какие проблемы в Ливии? Какие проблемы в Ливии? Там железобетонная оборона. Короче, Габона, давай сейчас вместе вынесем с тобой это. Двины. Фронт замедлился, особо уже никто не наступает и не продвигается. Поэтому один из игроков решил расслабиться. Он натагнул кресло. Произнёс слова наслаждения. Наконец-то, он никогда уже открыл сухари и начал есть. А в центре Африки осталась одна проамериканская страна. Центральная Конга держит коммунистов и живёт за счёт единственного порта, через который её осуществляется связь со всем альянсом. Некоторые игроки уже дошли до строительства эсминцев. Есть эсминцы, негде строить, пи***. Ну, а я решил поинтересоваться битвой за Бунджумбур. Генштаб коммунистов, а когда примерно будет взят Бунджумбур? А скоро. Да было что? Скоро, скоро захвачу мою... А, да, это уже совсем... 10 августа, и Бунджумбур был взят. Бурунди капитулировала, и я решил поинтересоваться у лидера проамериканского альянса, что они думают по этому поводу. Нет, это наш план, которого мы изначально придерживались. Отвести фронт, чтобы ударить потом. Но из-за того, что командование не почитало силы врага, а также экспедиционные войска СССР, которые прибыли им на подмогу. Мой план бы сработал, но вот эти вот советские дивизии, которые стоят плохо. Так они даже ничего не сделали. Качанов, как авторитетный никто в их альянсе, я заявляю, что у них не было такого плана, они просто против... Коммунисты продолжают доступать на центральное Конго. Ребята, ребята, держи, 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 блин, цар, цар, все равно уже бессмысленно атаковать. Товарищи, нас больше. Хватит, хватит, да не по две леди лезет, стой. Атакуйте только вы, все остальные альянцы просто стоят. Нам нужно также стоять и восстановить нашу экономику. А одному из игроков разбомбили телефонную связь. Походу, кому-то разбомбили интернет. Альянс коммунистов решил провести еще операцию по взятию города, и теперь идут бои за ООГ Догуду. И дальше начался саммит африканских наций, на котором все страны сели за стол переговоров. Кто такие с нашей планеты? Я понимаю фашистов, у нас немного всяких, знаешь, стычек вот этих вот. Но понимаете, что? Мы одна африканская нация, которая готова сражаться за Черное море. Но вы, вы просто люди, соседи просто какие-то. С другой планеты приехали. Это сказал демократ, да? Это сказал демократ. Это сказал демократ. Хочу сказать этим коммунистам. Вы красножопы. Ребят, 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 помолчите. А сейчас выставляю вопрос об допуске. А откуда вообще звук идет? Ну ты, блин, откуда вообще звук идет? Меня никому не учитывают. Не в смысле, я не понял. Я не понял. Вы что у нас тут дискриминируете, жалкие демократы и фашисты? Аларкон, как ты объяснишь дачу в Тунисе за 2 миллиона винтовок? Вложение пенсионного фонда. Мы сдаем его в аренду, чтобы потом получить выплаты. Давайте итоги выборов ведем все-таки. Коммунисты не зачисляются в парламент. Стоять, да пошел. Ты тварь, ты тварь, ты че? Первый африканский истребитель был сделан в республике Нигер и запущен в производство. Промышленность потянула 6 самолетов в год. Центральному Конго пал порт. Африканская победа. Ну а левица делает выстку в Алжир и Тунис. Давай, давай, давай. Давай. Держи этих дивизий. Габон, какого черта твои дивизии делают? Тунис, держи, камерон дивизий. Куда? Бери Тунис быстрей. Тунис, берите. Почему ты меня? Насрадь. Тунис, берите, быстрей. Тунис, и... Сииииииии. Держи дивизий. Ау, бахди, сиденье. Аллахо. Ау, бахди. Вверх, иди, ты нужен там. Иди наверх. Тунис, вызови. Тунис, вызови. Тунис, вызови, живий. Тунис, извините. Тунис, вызови,phone скажу. Тунис, вызови, понимаю. Нееее. Алжир, высаживайся, в Алжир. Можно сейчас спакатнуть целая коалиция. Я не выдержу этот, текст, они сами виноваты. Выставка была отбита, ливийские войска попали в котёл, и Алжир решил заключить мир с коммунистами. Коммунистам удалось пробиться в верхнюю вольту, продавить Камерун и зайти в Нигерию, ну и ещё и высадиться в Тунис. Но игроки на западе не сдаются, и Мавритания делает высадку к коммунистам. И на этом моменте началась война на истощение, игроки больше не наступали, но ботов было больше за проамериканский альянс. Боты привели все свои дивизии на защиту Алжира и просто бесконечно атаковали, и это позволило коммунистам в один момент сделать контратаку, от которой все дивизии ботов посыпались. Они меня сейчас вкотелывают. Да, они меня вкотели вкотел. Всё, смотрите на этот котел. Я на быстром, я оттуда сваливаю, ну нафиг. Я сейчас две дивки сделаю, те отправлю на помощь. Алжир сейчас. Что, если капнет Алжир, мы же тоже капнем. Пацаны, если пойдёт Алжир же, мы пойдём. А всё, мы все капнули. Проамериканский союз капитулировал, и коммунисты заняли большую часть Африки. С фашистского альянса многие уже поливали, но последние игроки на юге отстояли на том, что победила дружба. Вот такой вот кусок Третьей мировой войны получился в Африке. Игроки в сумме потеряли полтора миллиона. Ну а на этом всё. Напоминаю, что вы можете поддержать этот ролик лайком, а канал подпиской. Также не забывайте писать свои идеи для челленджей за рук в комментариях. Спасибо.